Всем привет! С вами Светлана и прежде чем мы с вами пойдем на море, я вам хотела бы показать квартиру в ЖК Кавказ. Она у нас свободна только с 14 августа по 4 сентября. Причем показываю я неспроста. Мы снизили цену. 2 900 сутки стоит эта квартира. Сейчас вам расскажу и покажу быстро, вкратце, потому что она у меня уже была на канале. Это для тех, может быть, кто еще не видел. Ну и, соответственно, для тех, кто видел, анонс, что цена стала ниже. Здесь у нас санузел, стиральная машинка, унитаз, ванна, сушитель, фен, зеркало. Все необходимое. Здесь у нас шкаф, полки, полотенца. Здесь у нас, получается, одеяло на всякий случай и подушка запасная на всякий случай. Здесь пересменка постельного белья предоставляется в случае от 10 суток заселения. Если меньше, то смена белья не предусматривается, комплетов не будет. Так, смотрите, здесь вешалки. Полка. Такая ниша для вещей. Холодильник. Морозильник. Комната. Первая комната, двуспальная кровать. Здесь уже жду людей, завтра заезжать будут. Торшер, откидное окно, вентилятор, если вдруг не будет хватать кондиционера. Также кому для ваших вещей. Здесь у нас кухня, кухонная зона. Здесь у нас плита электрическая, чайник, вытяжка, микроволновая печь, ножи, вилки, ложки, тарелки. Все здесь имеется. Вся посуда для приготовления в вашем распоряжении. Из спальных мест здесь диван раскладывающийся. Он предназначен для двух детей. Метр пятьдесят на метр пятьдесят. Небольшое спальное место. Гладильная доска, утюг. Телевизор. Кстати, покажу вам. Wi-Fi роутер. Wi-Fi интернет. И дополнительное спальное место на разнополых детей. Если здесь разнополые дети, то может второй спать здесь. Вообще квартира на четверых. Пятерых не заселяем. Здесь у нас вид получается и на верхнюю дорогу, четвертый этаж, и во дворную детскую площадку. Стоимость данной квартиры ЖК Кавказ. Четвертый этаж в семи и восьми минутах от моря. Две девятьсот август и две тысячи сентябрь. Она свободна с 14 августа по 4 сентября. Звоните. Вот последнее окошко. Осталось вот такое большое окошко. Даже двое могут заехать. Но в любом случае, кто раньше позвонит, те и заедут. Цены мы снизили, потому что хотим, чтобы квартира не стояла впустую. И причем это одно из лучших предложений по цене ЖК Кавказ. Квартира со всеми удобствами. Вы знаете что? Я вышла на улицу, я замерзла. Реально замерзла. Я не знаю, как я буду сегодня купаться. Даже не представляю. Мне самое обидное то, что я даже полотенце не взяла. Будет очень эпично искупаться и замерзнуть. Время еще восьми часов даже нет. Представляете? Уже прохладно. 24-25 градусов. Ну то есть я думаю, что даже если вода 26, то мне будет очень тяжко выходить из воды. Поэтому не уверена, буду я купаться или нет. Но на всякий случай не обижайтесь. Ну вот невзевая полотенца. Я честно не ожидала, что так прохладно будет уже в это время. Привыкла, что у нас прям до восьми, до девяти прям тепло-тепло. Но мне реально, блин, холодно в топике. И это вся одежда, которая у меня есть сегодня с собой. В общем, пойду мерзнуть, посмотрим, что там у нас на море, кстати говоря. Я дошла до пляжа. Это Можепсин у нас. Проход с Юронова, так сказать, пляжа, где он по утрам купается с Аршотом. Я вам хочу сказать, сегодня просто Ютуб взорвался всякими роликами на тему того, какое грязное море, да, какой неухоженный берег. А вот на Можепсине чисто. Полупрозрачное. Видите, оно все как-то пятнами. Вроде заходишь-заходишь, чисто-чисто, потом раз там какая-то кучка. Ну, кстати, море теплое, не холодное, во всяком случае. Видите, вот тут вот вроде иду, камки нет. Я теперь выбираю чистое дно, чтобы я видела, куда я шла. А то я в тот раз замерила, блин, температуру, что я потом выскочила из воды, наступила. Походу это была медуза все-таки. Я надеюсь, что это была медуза, а не какая-нибудь дрянь, как я назвала ролик. Так, вот здесь чистая. Так, вроде чистый заход нашла. Вот выходить будет не очень-ка Мельфо. Сейчас, видите, уже закатное время. Так, я зашла. Давайте мы лягушку закинем. Не знаю, окунусь ей или нет. Тут еще вещи кинула, как попало. Надеюсь, послежу за ними чуть-чуть. Люди судорожно убегают с пляжа. Время уже все такое. Надо уходить. Сейчас попробую пройти, чтобы не сильно камку. Вот смотрю под ноги, чтобы не было вот этой вот зеленушки. Я, правда, люблю, когда дно просвечивается. О, так, я уже по пояс зашла. Слушайте, ну прохладно. Вот там где-то собака купается. Слышали гавкала собака? Сейчас вам дно покажу, пока тут хожу. То есть, в принципе, ну, ну есть, плавает, плавает камка. Но сказать, что прям много камки, не скажу. То есть, все равно нормально плавать можно. Во всяком случае, если туда дальше, наверное, пройти, там вообще будет хорошо. Так, здесь какие-то белые штучки. Дрючки. Это, наверное, ракушки. Я надеюсь, что это ракушки. Так, вот здесь пошла отмель. Опять я поднимаюсь. Блин, уже опять по поясу вышла из воды. Кстати, на суше, кажется, холоднее вода, чем внутри. О, там уже ребенок барахтается. Блин, надо было мне назад вернуться. Я тут буду долго, думаю, идти до дна. Вот, смотрите, кстати, вот камера хорошо передает, да, куски зелени, где они попадаются. То есть, в принципе, я вместе с вами исследую, исследую вот этот сляж. Вот здесь вообще мелко. Ну, как тут можно купаться? Мелководье. Вот, я хожу по морю. Когда я уже окунусь? Я уже, в принципе, по пояс мокрый. Мне уже все равно, наверное, кофе будет. Кстати, сумку свою вижу с берега. Там люди ходят. Подождите, ну, здесь теплая водичка, кстати. Прям захотелось присесть, потому что здесь теплая. Здесь опять зеленое пятно какое-то, видите, появилось. Даже зелено-коричневое, что ли. Так, пока наш термометр плавает. По температуре пока не сориентирую, пока, наверное, не продержу столько, сколько нужно. Что, давайте окунаться? У меня нет полотенца, я уже говорила, да, об этом. То есть, я буду бежать, чувствую, назад, отключать отопление, у меня нет полотенца. Я не знаю, как я буду выходить, потому что на берегу реально холодно. Вот сейчас даже ветер подул. Окунаться или не окунаться? Блин, правда прохладно уже. Ладно, уже по пояс мокрый, но вот прям... Холодно. Ладно. Еще минута у меня на раздумье буквально есть. В принципе, я все равно в купальнике, ничего страшного, если намокну. Там переодевалки, в принципе, есть. Вон, я вижу, то есть я быстро мокрые вещи скину. Просто... О, там такой высокий бархан, кстати. Наверное, здесь самый высокий бархан получается во всем Джамиде. И вообще, видите, вот то, что дальше пошли меньше барханы. И в сторону, она бы там вообще уже ни о чем барханы. Здесь самый высокий бархан остался у нас. Остался в живых. После варварского сноса, расчищения наших дюн. Блин, не успела я похвастаться новыми очками. Сегодня в новых очках была. Да. Ну, кто видел Инстаграм, тот видел, как они на мне смотрятся. Люди такие загоревшие идут. А я такая бледная на фоне их. Почему я такая бледная? Потому что я не хожу загорать. Мне некогда. Кто был на втором канале сегодня на эфире, все прекрасно знают, что я занимаюсь. И знают, почему мне некогда. Я реально некогда. Я вся в дела, вся в работе, вся в заботе. Поэтому я и не хожу купаться. Я ее видео вам присылаю уже, когда оно неактуально. Это, наверное, для любителей чисто меня, для любителей высокого искусства. Посмотрите, как Света каждый раз борется с тем, чтобы занырнуть. В общем, ладно. Слушайте, ну вообще, если было бы полотенце, я бы даже не раздумывая уже плавала. Но я еще не знаю температуру воды. Вот девушка нырнула. Что, холодно, нет? А? Теплое, нет? Нормально. Я не могу решиться в первую жизнь. Да, нормально. Когда окунаетесь, прям вообще хорошо. А как выходить потом-то? На улице холоднее. Ползком. Да, потому что холодно будет. Девушка-герой молодец. Кстати, вот солнце уже зашло. Классный был сегодня закат. Сейчас вода теплее, чем воздух. Вообще можно не выходить. Так, ладно, давайте так и быть. Присяду хотя бы, а то... Нет, не присяду, холодно. Я, правда, не могу решиться. Не знаю, как девушка решилась, купается. Вот там тоже семья плавает впереди. Это моржи. Я их буду моржами называть. Прям холодно. Я не буду сегодня, правда, окунаться. Простите меня сразу для тех, кто ждал, что я буду плавать. Мне и так будет прохладно. Блин, а температура 25,5 градусов. Вот я сейчас еще минутку буквально подержу. В общем, если вам квартира там понравилась, которую я вам снимала, звоните вот с 14 августа по 4 сентября. Она свободна. Дверь 900 в августе, 2000 в сентябре. Море, пляж, Кавказ. Вот чуть-чуть туда, в ту сторону. Я выехала на Можепсин, чтобы поближе на машине подъехать. Ну, тут просто идти вообще ни о чем. Но если вы будете жить в Кавказе, то вам, конечно, нет смысла ехать на машине. У вас там и так пешком 7-8 минут на машине дольше будете ехать. Тем более, днем тут вообще нигде машину поставить. Это я уже просто под вечер освободилась и поняла, что я, наверное, могу и, в принципе, на машине доехать. Так-то я тоже хотела сначала на пляж Кавказ, потом посмотрела по времени, думаю, Можепсин уже свободен будет. И не прогадала вообще пустые пляжи. Это вот такое странное лето в этом году в Анапе. Как видите, у нас то есть люди, то нет. То густо, то пусто. Причем днем тут все время битком. Под вечер, видите, люди разъезжаются, расходятся. Вон там дракоша одинокий стоит. Или это не дракоша. Вообще на дельфина похоже. Но на самом деле это слабо напоминает дельфина. Но там типа дельфин нарисован на этом банане. Так, давайте посмотрим температуру воды. Ну, вот смотрите, она не особо остыла. Двадцать пять с половиной, ну, практически двадцать шесть. Ну, вот двадцать пять и четыре, двадцать пять и пять. Вот так, двадцать пять с половиной. Все, я на этом заканчиваю свой обзор. Надеюсь, кому-то было интересно и полезно это видео. Не знаю, чем оно будет полезно, но тем, что узнать, что вечером вода теплая. Только ради этого. Ладно, с вами была Светлана, счастливая жена Азаровская. Всем пока-пока, до новых встреч. Так, я не решилась искупнуться. По крайней мере, по пояс зашла, а дальше нет. Вот, у меня слишком будет холодно вылазить из воды. Только недавно переболела. Плюс боюсь проглотить воды. Сейчас у меня прям эта паническая атака бывает после прошлого отравления. Я просто сейчас... Кстати, мне реально лучше. Каждый день спрашивают, люди интересуются. Все, мне действительно легче, лучше. Ой, здесь вообще теплое, как парное молоко. Вода при выходе уже почти на берег. Так что не переживайте. Я выздоровела. У меня теперь есть куча лекарств всяких там и средств. И в следующий раз я буду во всеоружии. Уже свой рецепт идеальный. Я в сообществе написала в ютубе. То есть, можете почитать. Мой рецепт... Вот как с меня сейчас вылазит. Давайте я пока посмотрю, чтобы из чистой воды. А вот здесь нифига не из чистой. Вот этот вот кусок. Вот этот вот кусок. Я не помню, где я заходила. Надо опять выходить таким же образом, чтобы по этой зеленичке не идти. Я просто в тот раз говорю, я еле-еле выскочила. Не хочу я рисковать. Поищу где-то менее загрязненный участок. Вот здесь вот, например, все, уже пятно нету. Все, я вылезла практически. Да, вот чистая-чистая водичка. Здесь прекрасная кристальная водичка. Только чуть-чуть вот здесь вот плавает. Но это уже вообще ни о чем. По сравнению с тем, что сегодня творится в Анапе. Знаете, я могу так сказать. Все, кто показывал сегодня Камку, врут. Камки нет. Она так вот плавает чуть-чуть. Это кладов фара вот тут вот возле берега. Но она не на берегу. Поэтому комфортно, приятно. Приезжайте, купайтесь. Вот если в Анапе там у вас полная попа. В ближайшие дни приезжайте на Можексин. Но лучше это делать на маршрутке. Доезжайте до Лазурного берега, либо до Бристона. И идете вдоль речки Можексин. Выходите вот на такой пляж. Вот пока что здесь так, чистенько. Все, на этом все. Всем пока-пока. С вами была Слава. Пишите обязательно в Камень-Дарье. На-на-на-на-на-на-на-на.